Привет всем любителям ноиты, мой ник Трикью, и мы продолжаем полное прохождение ноиты по столбам достижений. Это 13 серия, и под каждым видео есть плейлист со всеми сериями и прогрессу по столбам. Что было в прошлой серии? Сразу показал формилку сердец простую, запутался в карте, где находится алтарь, потом все-таки нашли, показал как дюпать перки, убили череп ради камня, собрали мутации, 3 крысы, 3 гриба, 3 призрака, от которых были одни проблемы, скажем так, потому что красный призрак, он копирует вражеские снаряды, заклинания, мои заклинания он копировал, там было не очень удобно сбрасывать перки, но у меня все получилось. Мастера мастеров убили для статистики, я тоже там в карте немножко запутался по дороге к нему, но все-таки все получилось, такая вот серия была. Итак, что мы будем делать в этой серии, какие у меня планы на эту серию? Показать магазины в аду, в раю, в которых можно найти заклинания для телепортации между 10 мирами, то есть в один клик, вот как я, допустим, палочку между мирами собрал, я в один клик в параллельный мир телепортируюсь, а там будет такая палочка, что между 10 мирами сразу вы телепортируетесь, у вас там начинают чанки лагать, и по возвращению в основной мир у вас дюпаются предметы. Такая задумочка. С помощью заклинания, которое находится в адском сундуке, но оно оттуда не падает, оно именно вот, его можно либо в палочках найти, либо в магазинах, которые я сегодня покажу. Значит, что еще нужно? Забрать орб, который около мастера мастеров. Покажу вам орб в аду 11, и, может быть, попробую найти сундук с ногами, там вероятность, конечно, у него маленькая. Ну и проверить теорию с мутацией в паука. Мне в комментарии написали, что можно вместо сундучих ног взять обычные ноги паука. Типа, собираешь ноги паука, потом еще ноги паука, и самого маленького вот этого луки миньона, и все. И, типа, будет ачивка на столбах. Ну, посмотрим, как это будет работать. Еще нужно собрать перки брони, я думаю, штук 20, потому что там с солнцем некоторые манипуляции придется делать, там придется в центр луны, по-моему, если заходите, срабатывает ачивка. Ну, естественно, с этими, с эссенциями. Вот, ну, пока что об этом все еще рано говорить. Вот здесь мы лазили в прошлом видео. Вот здесь вот, вот этот вот мне мешал парень красный. Так, я думаю, пора нам на поверхность выбираться. И надо между мирами еще попрыгать. Есть тут некоторая неточность из-за вот этой вот молнии, удар молнии. Меня чуть-чуть переносит не в точные координаты, то есть вот я здесь стою, меня чуть назад откидывает. Это как раз-таки из-за молнии. Я уже на один мир перепрыгнул. Это можно пофиксить, если вместо вот этой молнии сюда, по-моему, ставят всевидящее око с бумерангом. Но всевидящее око с бумерангом, оно вроде как вас телепортирует. Вот если вы смотрите в правый мир, да, вот в правую сторону, вас телепортнет в левый мир. То есть телепортирует в противоположное... в противоположном направлении. Ну, первоначально что будем делать? Будем, наверное, искать... Сейчас я вам магазинчики быстро покажу. Вот этот камень еще, который я с черепа подобрал, он темноту освещает. Я вот недавно узнал об этом, что можно вот на последней локации, допустим, когда вы убиваете треугольника, там локация с призраками, да? И там темно. Можно с этим камешком ходить, и он подсвечивает, оказывается. Я вот не знал об этом. Так, что мы тут делаем? Пытаемся залезть в рай. Наверное. Можно тут пройти, неважно. Значит, это было не очень круто. Также написали, что можно жидкости испарять глазом. Я знаю, что он лаву испаряет, и можно там ран сделать без урона. Через текстуры прокопаться. Вот как бы показал вам, как это работает. Сразу, наверное, от солнца начнем. Или можно с первого этажа начать, не знаю. Какой-то этаж. Ладно, сейчас до солнца доберемся, покажу оттуда. Тут два магазина есть. Один большой, один маленький, в раю. Если отталкиваться от солнца, также мне написали, что вот, допустим, у меня черная дра закончилась, можно поменять посохи, по-моему, и все будет работать, да. Либо нажать таб. Ну, в смысле, вот так вот не переставлять, как это я делал раньше. А просто поменять посохи местами. По-моему, на такой текстуре, если идти влево, здесь будет магаз большой. Но я могу ошибаться. В параллельных мирах вот эти облака, они очень лагают. Вот он, магазин. Как видите, здесь все заклинания открыты, которые я открыл. Здесь отделение с кралового сундука. И вот такие вот. Я их назвал копии, но на самом деле это заклинание немножко по-другому работает. Например, вот этот вот мужичок, он стреляет копиями, да? Если я нажму, например, вот это вот, возьму заклинание черной дыры и закастую его вот здесь вот, и он будет тогда кидаться не своими копиями, а черными дырами. Но превращает, видимо, черные дыры каждый снаряд, который на экране находится. Вот так это работает. Это с алхимика мне выпало, это с пирамидного босса, это я в текстуре нашел пулемет. Это с арбанюка, это с мастера мастеров триггеры всякие здесь. Касание золота. Это с капсулы, это тоже с пирамидного. Короче, много всякой ерунды здесь продается. Но мне бы очень хотелось найти глаз мне нужен или нет, я вот не знаю. Слоты надо было освободить. Это первый магазин. Так как он большой, я хочу найти копии. Я сейчас по мирам буду прыгать, допустим, в левую или в правую сторону. Вот это заклинание падает из мастера мастеров. Иногда вам какой-то из триггеров не падает. Вместо него вот это заклинание выпадает. Дублирование заклинаний. Итак. Может повезет, я найду его быстро. Это то, что я ищу. А может не повезет. Я буду искать долго. Деление на 10 тоже мне пригодится. Не знаю, вот эту палочку оставить или не оставлять. Касание золота тоже как будто мне не надо. Деление на 10 пригодится. Потому что я для НГ плюс буду другую палочку немножко делать. Это мобики опасные из-за того, что они полиморфином стреляют. Если в них врезаться, а я вот лечу, у меня как бы цвет зеленый срабатывает, да? Телепортив мою сверляющий свет. Можно продырявить его и превратиться в овцу или в моба. Он, по-моему, в моба превращает. Ну, тут тоже ничего нету, к сожалению, нужного мне. Нету, нету, нету. Вот это заклинание тоже со Сквидварда выпало в мотосаде. Формилки для червей я его показывал. Это тоже с него же падает. Это метеориты у вас летят, по-моему, такое заклинание. Ну, что-то нету тут ничего. Ну, такое можно заклинание найти, мощь из заклинаний. Мощь из золота. У вас там какой-то процент от денег берется и превращается в урон. Ну, где копии, где они? Почему их нету? Конец всего тоже здесь можно найти. Алхимик тут что-то делает. вот, смотрите, редкое заклинание, вот это вот, оно очень редкое, там, шанс, я не знаю, какой, меньше единицы, там, 0.30 или 0.08, что у нас заспавнится. Оно делает, что оно делает? Она спавнит палочку. вот так это работает. Я вот не понимаю, почему я ее убить не могу, допустим, да? и вот таким образом ее можно спавнить где угодно, то есть с помощью буквы. Можно, конечно, в аду этим заняться, потому что говорят, что в аду там хайтир палки падают, если их спавнить. В принципе, мне кажется, хайтир могут и на самом спавне выпасть. 10, 10, 10, а копий нету. Это все не то. Это пригодится для НГ плюс палки, но я могу ее бесплатно забрать. Еще десятка. Еще десятка. Что такое? Да, в основном мире мне десятки не давали, а здесь прям десятки сыпятся. Ну, нету, надо, наверное, ватт будет спуститься там поискать. Не хочу я просто затягивать со всем этим делом, чтобы вот так показывать вам, что здесь такой магазин. Ладно, пойдем. Пойдем во второй магазин. Второй магазин, он практически в самом низу. Можно туда слетать. Возможно, вот сейчас я на него попаду. Это первый этап. он выглядит вот так вот по текстуре. Второй этаж выглядит как большой магазин. Там текстуры храма, вот они. И от него, получается, нужно идти в правую сторону. Что было в левой стороне, это будет в правой стороне. Только надо найти край. И от края куда-то вот вправо идти. вот. Как видите, этот магаз поменьше. забыл поменять заклинание в палочке. про этаж я рассказывал, да, как это работает. Это получается 4 умножить на 10, это и потом еще умножить на 4, и это все применяется к этим двум заклинаниям. дуга. Эта дуга закидывает закидывает от этого оленя через текстуры в параллельный мир и потом свапер меняет местами. Вроде так это работает. Вот она, эта дуга, которую я искал, точнее, копии. Это надо для дюпа предметов. Вот такие магазины, два магазина. Сейчас покажу в другом месте. В аду. меня недалеко откинуло. Можно, наверное, этот глаз выкинуть. У меня вот это уже есть. Sunseed, так сказать. Так. Теперь надо в основной мир прыгнуть и потом надо будет вниз прыгать. Во всех мирах есть арбы, но подобрать арбы можно, по-моему, только в двух мирах. Левом и правом. вот мы сюда вернулись в основной мир. Это мои заклинания. Бумеранг мне еще пригодится. Можно отсюда что-нибудь выкинуть. Например, вот это. Как будто можно вот это выкинуть. Вот это выкинуть. Так для пирсинг время можно выкинуть. Яйц понадобится. Вот это может пригодиться тоже. Триггеров не знаю. Слишком много, как будто можно тоже выкинуть. Их можно всегда купить в магазине. Если что, подберу потом. там еще одна дуга такая понадобится. Вот это, вот это. Вот такие заклинания понадобятся. кулак можно вот этот взять. Наводку эту можно взять, хотя наводку можно наверное везде найти. все больше ничего не надо. блин, тут текстуры нету. Кулмика я победил, да. Есть вот такой мужик, но такой мужик в статистике не отображается. Это миньон Кулми Сильма. здесь в аду под Кулми есть ад. Я тут уже был, вам показывал, где находится адский сундук, да. Я орб не забрал один. У мастера мастеров надо будет потом еще забрать. Значит, сейчас покажу вам. нужно сначала дойти до правой стороны. То есть вот стена и она как бы ориентир, потом она идет в ту сторону. здесь где-то должен быть сундук сверху. Вот он сундук. и от этого сундука или выше или ниже надо идти, то есть где-то вот здесь будет орб. Если вы пойдете вот так в середину. Ну, это не точно, сейчас мы это проверим. Да, вот, все-таки я оказался прав. здесь вот заклинание. Я его брать не буду, я возьму у мастера мастеров. Итак, смотрите, от этого орба падаете вниз и вас должно перекинуть на первую локацию ада. То есть там сколько-то надо будет пролететь вниз вот так вот. Ну, должна быть первая локация. И первый магазин он спаунится между второй и третьей локацией, по-моему, или третьей и четвертой. Это первая лока, вроде бы. Следующая, если я не ошибаюсь, хотя нет, может это не первая лока. Короче, к магазину ориентир такой, что по левой стороне, вот по левой стенке, если вы дойдете до левой стенки, вы должны попасть к жидкостям. Что-то произошло здесь. И от этих жидкостей нужно идти вниз. И вы попадете в большой магазин. вот он, этот магазин. Можете от того арба идти в левую сторону до конца и просто вниз идти. Здесь вы видите такую текстуру. Она из кирпича состоит. Это все один такой большой магазин. А справа тут уже локация будет. Это первый магазин. Здесь тоже всякие заклинания спавнятся. То, что я хотел, я уже нашел. Я просто вам показываю. вот в аду была копия. было в ад спуститься сразу. Ну, кто знал. Теперь вам надо в правую сторону максимально идти до конца. Здесь будет еще один магазин. Я его, по-моему, показывал, когда коми зеленого водил в ад в рай. где находится этот магазин. Вам нужно определить, где адский сундук находится и от адского сундука по стене по правой идти вниз. Потому что, как вы видели, первая стена была обманкой, я прошел чуть ниже и пошел потом вправо. Там ад начинается и как бы нужно пройти чуть-чуть вправо, чтобы найти эту стену. Падаете вниз до конца и попадаете в магазин. Этот магазин поменьше будет. Ну и там вроде как сквидварды у меня куча штук. Можно пойти посмотреть к ним. Вот он магазин. Ну мне его тут колми прогрыз этот магазин. Этот пожиратель материи я объяснял как и черная дыра практически работает. Прикольное заклинание. Ну для наглядности покажу, что здесь магазин. Тут просто не видно, да? Вот он магазин этот. Вот такая темка. Сейчас я посмотрю сколько время. Время 25 минут. Сундук я наверное искать не буду с ногами. я послушаюсь как мне в чате написали. Сначала возьмем орб сверху. Вот куда-то отсюда допустим я прыгну. почти идеально, но нет. так, вот здесь озеро с рыбками должно было быть полмика надо идти вверх. Сейчас мы попадем в локацию где призраки, да. и тут по-моему надо где-то снизу идти постоянно. Я тут через текстуру вроде ходил. Здесь тоже надо не забывать, что если в этого мага врежетесь, он может вас в ловцу превратить. Тут я баловался с червями. отлично проклятый камень. Тут если идти по-низу проклятый камень должен закончиться рано или поздно и должен быть орм. это плохо. Про этого мужика я не знаю говорил или нет. У меня тут палка была билд из критов. Я Товери убивал. У этого мужика сопротивление критам по-моему. Но он умирает все равно. потому что урона слишком много. Также мне в дискорде говорили что можно здесь найти мимик с ногами. Я не помню чтоб я находил его здесь. Я его где-то случайно находил. Но не здесь. я иду в самый низ чтобы найти здесь проклятый камень еще сундук. Такие заклинания нам падают из сундука. Редкие наверное. Вот оно. Из этого арба падает цемент. ну и вот если хотите читайте переводите на паузе язык английский и таблички почему-то точнее язык русский и таблички почему-то на английском. Все я все сделал что хотел заклинание нашел теперь можно идти наверх наверное меня мужик с маской ударил я думаю что я от электричества урон получил меня мужик ударил с маской мои резисты сейчас не работают это я где магазин получается сейчас будет алтарь или типа того я вместо глаза возьму наверное огненный камень все же что я сделал или заморочиться побегать слизь поискать в бутылке вам показать буквы где камень вот я говорил что здесь маги кстати не проверить это вот допустим я его сейчас не бил он сам телепортнулся да видеть он сам телепортирует сам по себе то есть независимо то что я стреляю из него течет это или сам по себе телепортируется это что камень камень воды я солнце не превратил я же вроде превращался не я я за этим камнем сюда шел у меня вот интересно я я же солнце делал вроде в прошлой серии или в какой там я серии делал солнце сейчас проверим по-быстрому 3 4 это меня сейчас к солнцу телепортнёт ну да вот оно вроде это солнце же да а это солнце я туда просто камень швырнул и и чё и ничего интересно интересно все можно идти в нг плюс чтобы переключиться на нг плюс нужно собрать от 5 до 10 арбов в основном мире подобрать сам по вот эту штуку небесный рубин а по-моему в новой версии он просто называется соль а может быть и нет вообще называется сам по в английской версии вроде бы серебро я не знаю понадобится мне нет еще я не собрал перки на броню сейчас я тогда палочку вот эту пересоберу под нг плюс там что-то два деления на 10 потом два деления на 4 будет там череп вот эта штука по-моему такое в общем сейчас на паузе это сделаю давайте пока что знаете что сделаем надо надо же проверить мне эти ноги паучи по-моему это по-моему это это не это что левитатиум а мне еще нужно вот такое вот заклинание задержка это нужно для чтобы выкинуть то можно вот это выкинуть наверное да теории для телепорта на 10 миров надо я про него забыл так нужны ноги паука да я тут еще плохо из-за того что у меня куча вот этих где этот перк квадратный вот он из-за того что и 6 у меня не видно они друг на друга стакаются мне нужен или луки или ноги ну вот допустим здесь луки да вот здесь ноги сразу по дефолту вот еще один луки все здесь ноги найдем еще один луки был вот они ноги раз теперь я не могу летать придется опять на алтарите сбрасывать все это вот они ноги 2 вот он луки правильно помощник луки все сработало или нет как понять что это сработало или нет мы это узнаем наверное только в нг плюс мне бы еще брони собрать стаков 20 потом сбросить перки вот эти лапы убрать потому что вот я собрал да допустим вот этих вот призраков я уверен то что у меня призраки на столбах появятся даже если я их сбросил да на алтаре они у меня появятся вот я сейчас собрал паука но вместо ног я собрал еще паучьи ноги вот мне интересно появится он или нет газовая кровь еще здесь нужно у меня она есть а у меня ее нет не запятанная броня в общем такой ерундой сейчас буду заниматься броню соберу чисто и очищающая накидку очищающуюся накидку и продолжим может быть продолжим на алтаре сброса перков вот такой план вот что интересно тут можно было получить посох если налить воды внизу океан типа был нарисован того есть такая же загадка сверху нарисован пар то есть нужно испарить воду которая внутри но из-за того что я убил левиафана вся вода как бы испарилась и я думал может кровью это еще чем-нибудь налить но видимо работает только с водой такая тема я продолжаю собирать броню стаки брони найти бы ее еще вот она мне только 4 поэтому я тут видимо надолго и так что я тут делаю уже 40 минут идет запись я собрал немножко слизи и надеюсь у меня сейчас получится сделать то что я хотел давным-давно показать вам если мне конечно слизи хватит это орб сквидворда вот то что он хотел показать очень давно это текст написанный на финском языке по моему и он там что-то про лор игры говорит немножко я русского перевода нету под рукой я вам сказал что здесь написано вот получается здесь лавовое озеро да вы же понимаете где я нахожусь и от него надо идти в правую сторону вот здесь вот лавовое озеро но его нету в параллельных мирах и отсюда идти надо в правую сторону здесь будет орб и сквидворд сквидворда я убил вот здесь где-то вот он перков я собрал немного думаю мне их хватит потому что я взял крылья там еще что-то взял дополнительные жизни хпшек еще набрал видите у меня много всего но перки я так и не сбросил сейчас иду это делать вот и после этого я зайду на алтарь переключу игру на нг плюс и там уже закончу серию скорее всего почти пришел к тому месту про которое я говорил к алтарю нашел такой кубик у этого кубика если вы взяли проклятие жадности у него есть вероятность скинуть два больших сундука с вероятностью 0 5 процентов то есть больших сундука я имею ввиду ну не обыкновенных а больших так он бесполезный сундук этот так алтарь где-то уже здесь где-то рядышком да запись идет запись идет наконец-то наконец-то можно заканчивать серию уже почти это плохо конечно что это все здесь придется вот так вот это все жрать пытаться потому что этот огонек мне все испортит это все происходит из-за того что там сверху мины как я понимаю да серебро здесь нужно жижа вот это пойдет пойдет и здесь нужна кровь пойдет почему оно не сработало а почему она не работает в параллельном мире мне кто-то может сказать неужели мне теперь придется с этими ногами ходить да сейчас буду разбираться ой короче проблема была в том то что у меня в мешке была вот такая фигня что у меня с перцем стало где мой перц я не понимаю что происходит у меня исчез персонаж это нормально наверное это не нормально ну мне кажется это можно пофиксить знаете как перезапустить игру паука взял неудачно неудачно получилось в принципе вот так вот все это все сделал в этом мире все вам показал все вам рассказал этих квадратов мне бы много не взять сколько я взял два три три наверное хватит главное паучьи ножки не взять на этого чувачка по моему пофиг у него там хп какое то есть все все можно идти в основной мир мне осталось один прыжок сделать персонажа нет одна накидка видно сейчас я рестарт сделаю или хотя знаете чё не буду пока что делать пойду вверх сейчас еще все перепроверю на всякий случай в плане палочек и переключу на нг плюс солнце я же проверил да солнце вроде бы у меня есть в этом мире все сейчас надо игру перезапустить сделать палочку для нг плюс посмотреть все ли есть для длинного телепорта и переключить нг плюс ну игру на нг плюс вот она примерно будет так же выглядеть только чуть по другому будет там две фазы будет вместо вот этого я поставлю вот это попробую сделать плюс минус ровную палочку деление на 10 тут еще одно должно быть вот сейчас все сделаю на самом деле я уже не знаю сколько я эту серию записываю тут 48 минут как бы показывает но я бегаю уже очень долго вот так выглядит палочка для нг плюс на википедии без вот этого модификатора такая палочка будет вас в противоположную сторону телепортировать допустим если вы смотрите вправо вас будет телепортировать влево это происходит из-за того что вот этот модификатор он как бы меняет вас местами он нужен для ускорения то есть без без вот этого модификатора вас все время будет телепортировать в правую сторону если вы его добавите это скорость для палочки дает то есть быстрее как бы будет телепортировать вас без нее придется ждать чуть дольше и все время вправо будет вот такая тема и фиксится она вот этим модификатором если его вот сюда добавить или сюда добавить тут неважно куда его добавлять он делает правильное направление то есть вы если вправо телепортируетесь вы попадете в правую сторону вот так палочка выглядит если я сейчас прыгну вправо она меня как бы телепортирует не на это же место но чуть правее по моему или чуть левее как с молнией потому что она не подходит для этого мира так выглядит палочка для нг сейчас я покажу вам как выглядит палочка для дюпа чего угодно можно вот так вот посбрасывать заклинания можно вот так вот сам по здесь сбросить там камни вот эти посбрасывать я также заморочился видите и нашел нестабильный телепортиум и смятениум я нашел и это смешал к сожалению в этой версии у меня в бутылочке не смешивается если вот так вот трясти ее да ничего не происходит это жижа помогает помогает искать арбы в нг плюс и в обычной игре тоже так вот он загорается от нее вроде как фейверки летят вот звук был да неважно сейчас я вам покажу по-быстрому второй билд для дюпа предметов можно там и палочки выкинуть их тоже дюпать смысл такой то что вы нажимаете телепорт он вас так же перемещает в параллельный мир только на 10 миров и у вас начинают лагать вот эти чанки мир состоит из квадратов больших как я понимаю и они начинают лагать у вас то прогружаются то не прогружаются если вы там чуть в сторону отойдете потом обратно телепортируйтесь кстати мой паук забагался обратно телепортируйтесь у вас уже будет там два сампа допустим они друг на друге будут лежать также можно и арбы дюпать в обычной игре вот в этой в нг в нг плюс в этом смысла нету как мне объяснили сейчас покажу билд значит смотрите записывается все время проверяю смотрите палочка выглядит вот так вот то есть вот след из копии вот здесь вот задержка заклинаний и получается смотрите здесь можно чуть-чуть сэкономить вот так это будет на 5 миров телепорт вот так это будет на 10 миров телепорт и можно чуть-чуть ману сэкономить если вы отсюда уберете копию 10 поставить ее в конец здесь обновление жезла нужно чтобы он до этого момента все это использовал в конец ставите вот это заклинание потому что будут все работать заклинания как бы жезл обновляется опять все работают после вот этого заклинания ничего не работает последующие заклинания они не будут работать но если мы ставим сюда букву да то букву копирует последнее заклинание в палке можно так ману сэкономить Потому что это расход маны 200 Вот это расход маны 30 Вот такой вот лайфхак Сейчас надо будет это все обратно собрать Но Так я все сделал правильно Орб 10 взял Магазины показал Заклинание вот это нашел Сделал для НГ плюс палочку Побегал перки Пособирал себе Паука собрал Вроде все я сделал Это было опасно И игра у меня так и не крашнулась Потому что я делал Как бы Вот так вот Перезапустить нажимал Но персонаж у меня так и не появился Я не знаю сейчас у меня пройдет Это в НГ плюс или нет Семечка вот эта вот Которая с черепа падает Я напоминаю Что должна быть белая Ее не надо активировать На пирамиде Если она станет красной Она у вас не появится в НГ плюс А чтобы получить корону А чтобы получить корону Вам нужно создать В обычном мире солнце Потом собрать 5 орбов Взять сампа И опять же убить черепа И перенестись в НГ плюс С вот этим вот семечком Чтобы его собрать В аду Сделать второе солнце темное Тогда Как бы вам дадут корону В следующих ранах Все остановитесь Вот так вот Сейчас Должно все сработать Записывается Записывается 54 минуты Все это долго А заклинания мне нужны какие-то Или нет Туда В принципе я там могу найти Скорее всего Мне ничего не понадобится Я там ничего не собираюсь сделать Вы мне писали то что Сделай там формилку для хп Там Гошу приведи Там как-то можно это все Дюпать его Снаряды Чтоб там Бесконечную Хилку собрать Грубо говоря Чтоб она вообще тут Как бесконечность Отображалась Ну я не знаю Стоит ли этим Заморачиваться как-то Если Я собираюсь В НГ плюс Создать солнце Потом переключить игру На НГ Три плюса Это НГ плюс НГ плюс НГ плюс Короче Это чисто мне Для ачивки надо И все И потом я буду Начинать чистый ран Ну в НГ плюс Три понятно Я 33 арба соберу Может быть 34 арба соберу Но Как бы Я не собираюсь Играть НГ плюс 28 С 36 арбами Это очень долго Если я Вот это вот Все делаю Уже на протяжении Месяца Да Видео там записываю Это просто ужас Все Чтобы В НГ переключить Надо от 5 до 10 арбов Собрать И сам Чтобы у вас было Камешек Я взял Потому что В мире Один камешек Всего лишь Одна эссенция Огня Но это Как бы И не обязательно Я нажал Е У меня Все зависло Сейчас Все думает У меня просто Сейв файл Я смотрел Он весит У меня 500 Мегабайт По моему Вот Вот сейчас Меня перенесло В новую Игру У меня Персонаж Так и не появился Я не знаю Из-за чего Он багнулся Из-за паука Что ли Из-за того Что я Завросил Перки И проверяем Столбы Первым делом Сразу же Проверим Столбы Как я и говорил Вот все Столбы Которые Я открыл Алтарь Не видно Почему-то Это странно Может потому что Я дюпал Поэтому его Не видно Но ничего В этом мире Тоже есть алтарь Я думаю Получится у меня С алтарем Взаимодействовать Также Вот солнце Я создал Это То что я Первый орб Подобрал Здесь Концовки Поэтому У меня Здесь Ничего Нету Здесь Боссы Все На данный Момент У меня Старая Версия Тут 12 Боссов Должно Быть Вроде Бы Дальше Здесь Эссенции Здесь Взаимодействие С луной Это то что Я Колмика В форме Тыквы Вводил В ад Это то что Я уводил В рай Здесь Также Надо будет Собрать 4 эссенции Отправиться В рай К солнцу Прямо В центр Солнца Мне для этого Нужны Были Перки Брони Это то что Я сундук Отнес Кристалл Кристалл Жадности Три Таблички Башня Вот Три превращения Раз Два Три И паук Да Все таки Это работает Если Два Перка С ногами Взять И потом Луки Взять Это работает Я не знал Это Мне вот Написали В комментарии Спасибо тебе Большое И вот Это вот За добрые Перки Их там 4 штуки Надо собрать Можно Злые Собрать Тоже 4 штуки Я это Все Подробно Объяснял Здесь Нет Музыкальных Машин Что ли Здесь И глаза По моему Нет Здесь Локация Чуть Отличается Вот Видели Кусок Здесь Прогрузился Ну Вот Такая Вот Тема Карта Здесь Намного Больше Сейчас Мне нужно Будет Проверить Солнце Только Вот Незадача Одна У меня Палочка На 10 Миров Просто Я вам Говорил Что Там Должно Солнце Появиться Которое Будет Всегда Отображаться В мире Но Это Может Быть Не Так Потому Что Админ В Дискорде Но Ты Мне Как То Рассказывал Что Или Кто То Может Не Админ В Дискорде Короче Была Такая Теория Что Если Несколько Ачивок Делать Солнцем Оно Не Будет Засчитываться То То Если Вы Колми Отведете К Солнцу Потом Сами Пойдете К Солнцу Создадите Его Как бы Колми Он Растворяет Текстуру Солнца И То Что Вы Там Солнце Поставите Оно Может Не Засчитаться Мне Вроде Так Объясняли Но Я На этом Месте Создавал Темное Солнце И У Меня В НГ Плюс Перенеслось Обычное Солнце Я В Раю Создал Темное Солнце У Меня В НГ Плюс Перенеслось Обычное Мне Просто Сейчас Интересно Оно Вообще Это Мне Нажимать Нельзя Судя По Всему Придется Так Через Текстуры Прыгать В НГ Плюс По Моему Нету Магазинов По Бокам Также Здесь Нету Золото В Правой Стороне Но Здесь Есть Золото Под Эссенцией Виски Это На Дне Озера Только Второй Этаж Ужас В Принципе Я Уже Все Сделал Я Так Чисто Солнце Чек Потому Что Если У вас Не Будет Одного Солнца И Вы Создадите Второе Как Бы Оно На Ачивках У вас Появится А В Мире Будет Только Одно Допустим За Это Вам Надо Чтоб Два Солнца В Мире Было Тогда Дадут Корону Да Я знаю Что Можно Там Переставить Заклинание Сделать Черную Дыру Чтоб Это Все Ускорить Быстрее Сделать Но Это Вот Опасный Моб Как Я И Говорил Идем До Солнца 10 Минут В Конце Серии Хорош Так Солнце Солнце Это Последний Мир По Моему Не Последний Мир Последний Это Солнце Последний Экаж Да И солнце Не отображается Потому что Я Вводил Сюда Колмика Зеленого С четырьмя Эссенциями А потом На этом месте Создавал Солнце Колмик Растворяет Полностью Текстуру Солнца Превращает Ее В лечение Наверное Мне не зачитал Но Видели На столбах Как бы У меня Было Было Достижение За то Что Я создал Солнце Как вы Видели Оно К центру Никак Не Коннектилось Обычно Когда Создаете Солнце Оно Сразу Тянется К центру После Вот Этой Сферы Золотой Когда Вы Яйцами Накормите Оно Превратится В такое Маленькое Солнце И оно Будет Тянуться В центр Луны У меня Такого Не было Насколько Я помню Когда Я создавал Может Поэтому Мне не Засчитал Ну Короче Я Дюбну Через Эту Палку Вот Эту Семечку Там На Алтаре Скажем Или Еще Где Нибудь И тогда В следующей Серии Два Солнца Создадим Вот Так Вот Идея Нормальная Да Хорошая Идея Все Это То Что Я На НГ Плюс Переключился Это Полностью Сбрасывает Мой Сейв Файл То У меня По идее Сейчас Лагать Не Должно Вот Эти Все Мои 500 Мегабайт Они Сбросились Ну Не знаю Насколько На 10 Мегабайт Может быть Они Сбросились Или Надо Игру Перезапустить Чтоб Это Все Произошло Вот Такие Вот Дела Сейчас Я До Алтаря Тогда Долечу Я Не знаю Просто Зачем Я Таскаю С собой Все Эти Заглянания Но По сути Вот Это Надо Вот Это Надо Все Остальное Вот Надо Ли Мне Или Нет Вот Это Для Палки Между Мирами Дю Пать Я Просто Собрал Вот Я В следующей Серии Дюб Покажу Если Игру Не Крашнет Конечно Я Таким Образом Никогда Не Дюб Я Дюб Через Другую Стату Страту Стратегию Короче В одном Из забегов Я Товере Отвел В этот Алмаз Бриллиант Здоровый Под пирамидой Который Где Башня Где Конец Башни Где Палочки В левой Стороне Там Здоровый Алмаз Такой Я Туда Товери Отвел Это Босс Друг Который Когда вы Его Туда Внутрь Пинаете У вас Открывается Заклинание Заклинание Гига Большая Бомба По-моему Гига Холи Бомб По-моему Так Она Называется Она Выглядит Как Обычная Бомба Если она У меня Здесь Есть Вот Типа Такой Только Она Тут С блестками Какими-то Зелеными Вроде Так И я Делал Получается Палочку Я делал Деление На 10 Деление На 10 Буква Г И Вот Эту Большую Бомбу Туда Ставил Большую Святую Бомбу Потому Что У нее По Дефолту Даже Если У вас Бесконечные Ваши Эти Снаряды У нее Два Применения Всего Лишь И Таким Образом Короче Через Букву Через Деление На 10 Деление На 10 Если Два Раза Делаете Подряд Это Деление На 100 Получается Деление На 100 На Букву И На Буква Получается Копирует Эту Бомбу 100 Раз Эту Бомбу Я Выпустил А Она Вот С Размером Персонаж Наверное Такого Размера Может Больше И Получается 100 Таких Штук У Меня Крашили Игру Я Таким Образом Дюпал Вот Этот Вот Камешек Может Быть Оставлю Ссылку Где Нибудь В Комментарии Как Я Дюпал Показывал Также Я Наверное Оставлю Комментарий По Поводу Вот Этих Букв Красных У Сквидварда В НГ Плюс Некоторые Боссы Не Спавнятся Поэтому Ну Мне Как Бо Уже Не Надо Я Вроде Бо Всех Открыл Все Вам Показал Все Вам Рассказал Осталось Вообще Чуть Пофигне Здесь Так Что Такие Дела Кто Там Задохнулся Видимо Спасибо За Деньги Все Следующей Серии Будет Два Солнца За Один Раз Прикиньте Все Всем Спасибо За Внимание Подписывайтесь Если Понравилось Пишите Комментарии Очень Удивлен Тому Что Вот Можно Так Собрать Паучка Было Спасибо За Твой Комментарий За То Что Объяснил Рассказал Все На На Это Все Всем Спасибо Всем Пока Субтитры Субтитры Продолжение следует...